Британская певица Адель в роли старушки, французский актер Ален Делон планирует уйти на пенсию, а худощавые модели во Франции вне закона. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Последний фильм Алена Делона, секс-символ 70-х, заявил о завершении карьеры. По словам 81-летнего актера, он хочет уйти с экранов как боксер с ринга, без лишних попыток сделать что-то стоящее. Завершить свою последнюю работу Делон планирует осенью. Это будет фильм о любви между мужчиной его возраста и женщиной лет 50-ти. Прошлая кинокартина с его участием о старик с на Олимпийских играх вышла почти 10 лет назад. Все это время актер играл в театре и снимался в телесериалах. Хочешь на подиум? Сначала встань на весы. Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей. Согласно новому закону, при наеме на работу девушки должны будут предоставить справку от врача о состоянии здоровья. В том числе о том, что соотношение веса и роста находится в пределах нормы. За трудоустройство худышек работодателям грозит штраф до 70 тысяч евро или даже пару месяцев за решеткой. Мера продиктована заботой о здоровье моделей. Молодая бабуля британской певицы Адель исполнилась 29 лет. За многочисленные поздравления друзей и поклонников она поблагодарила весьма необычно. На своей странице в Твиттере певица опубликовала серию фотографий в стиле бабушек. В парике, гриме, розовой шестяной кофточке и очках на цепочке. Но с веселыми гримасами. Необычные снимки подписала почти 30, намекая, что некоторые считают этот возраст уже солидным. В японском парке развлечений Хироката появилась услуга. Посетитель может разобраться с плохими парнями. За деньги, конечно. Все для того, чтобы впечатлить свою спутницу на свидании. Роль задиры исполняют актеры. По задумке они хамят заказчику, а затем позволяют киношно избить себя. Желающим воспользоваться услугой нужно будет посетить тренировку, где покажут, как эффектно, но не больно колотить актеров. Работу иранских строителей сдуло ветром в прямом смысле слова. В Тегеране ураган разрушил 35-этажное недостроенное здание. Каркас высотки вместе со строительными лесами рассыпался буквально за минуту, как спичечный коробок. На месте строения осталась лишь гора металла. Очевидцы говорят, на месте строительной компании в следующий раз не рискнули бы возводить что-либо похожее.